Масштабные изменения ждут третий мегаполис Казахстана. Строительство арбатов, многочисленных зон отдыха, дорожных развязок. Все эти проекты будут реализованы в Шымкенте в ближайшее время. А к 2020 году здесь появится город в городе. Проект Шымкент-Сити станет его визитной карточкой. Совсем недавно здесь представили проект агломерации «Миллионник». Он предусматривает значительное увеличение объема строительства детских садов, школ, больниц и многоэтажных жилых домов. А также комплексное развитие инженерной, транспортной, социальной и рекреационной инфраструктуры. Как еще преобразится в Шымкент в последующие несколько лет, узнавал Николай Путилин. В соответствии с программой развития регионов, шымкентская агломерация встала в один ряд с Алматинской и Састанинской. Она также определена как агломерация, обладающая наибольшим потенциалом. Общая площадь ее превысила полтора миллиона гектаров. Основная задача – решение социальных, экономических и инфраструктурных вопросов населенных пунктов. Мы должны понимать, что немаловажно развить агломерацию с целью разгрузить город-ядро. Мы должны комплексно развивать всю территорию агломерации, в которую вошли 367 населенных пунктов. Открывать новые рабочие места, строить школы, детские сады и больницы. В общем, создавать равные условия по всей территории. На территории шымкентской агломерации сегодня проживает более 10% всего населения Казахстана. Каждый четвертый ребенок в стране приходится именно на Южно-Казахстанскую область. И поэтому чиновники планируют, что до 2030 года численность населения здесь увеличится на полмиллиона человек. Однако рост населения предусматривает и увеличение количества автомобилей. Сегодня только в Шымкенте их зарегистрировано 375 тысяч. Ежегодный прирост составляет 20-25 тысяч. На сегодняшний день мы работаем над проектом продления одной из главных улиц Шымкента. Проспект Кунаева станет главной артерией, которая будет соединять южный и северный въезд в город. Его общая протяженность составит 26 километров. Машины, которые прибывают в город, с районов смогут беспрепятственно попасть в центр, не создавая при этом пробки. Бороться с пробками на дорогах власти города планируют путем строительства развязок. До 2023 года таких в городе появится сразу 6. Строительство одной уже почти завершено. Вместе с тем до 2019 года весь городской общественный транспорт будет оснащен камерами видеонаблюдения и системой электронного билетирования. Большое внимание уделяют здесь и строительству жилых домов. С начала года в Шымкенте начали возведение 277 многоэтажек. 104 из них за счет частных застройщиков. Особое место среди всех проектов занимает проект Шымкент-Сити. За 2-3 года на территории городка планируют возвести 324 высотки 1-го и 2-го класса. Шымкент сегодня растет в северо-западном направлении. Там у нас строится Шымкент-Сити. Он у нас рассчитан на 60 тысяч человек. Сегодня свой интерес в строительстве на его территории выразили десятки крупных мест и иностранных инвесторов. Изначально мы планировали строить дома 3-го и 4-го класса комфортности, но теперь благодаря появившимся инвесторам квартиры будут 1-го и 2-го класса. Украсят внешний облик Шымкента многочисленные зоны отдыха и арбаты. Стилизованные арки, аккуратные улочки, благоустроенная прибрежная зона – все это будет ожидать гостей нового старого города. Вдоль реки Кошкарата появятся тематические кафе и ремесленные мастерские. А для создания пешеходной зоны длиной 1200 метров руководству города пришлось изъять из частных рук 96 участков земли. Шымкент не случайно выбрали культурной столицей стран СНГ в 2020 году. Благодаря своему гостеприимству, присущему каждому шымкенцу, густонаселенность города стала его преимуществом. Шымкала издавна славился своей особой атмосферой дружбы и единства, а статус культурной столицы поможет развиваться ему в этом направлении еще быстрее. Николай Путилин, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар, 24.